Событие, которого Макзон ждал более 30 лет. Открытие школы детского сада наконец случилось. Ученики из Макзона у Куряка, Загарина и Хилка сели за новые парты, а дошколята пошли в только что построенный детский сад. В июне этого года у губернатора края Александра Осипова были большие вопросы к качеству выполненных работ на объекте, которые обещали сдать еще в 2022 году, но переехать в новое здание ученики и учителя Макзонской школы смогли лишь в конце сентября 2023. Ребята, для вас мы построили эту школу, для детских садов, для вас, для ваших братьев и сестер. Ожидаем, надеемся, что и для ваших детей. Хочу поблагодарить всех тех, кто внес вклад в создание этой школы, в первую очередь, российские железные дороги. Просторные оборудованные классы. Один из таких – кабинет кулинарии, в котором появилась современная бытовая техника. Например, тестомес и кухонный комбайн. С такими приборами учиться и готовить стало гораздо проще и интереснее. Переехали в это здание, то в этом здании, конечно, нам на удивление у меня появилась кулинария, кабинет, кабинет швейной, где машинки стоят, 13 машин швейных. Ну, очень рады, дети очень рады, девочки очень рады. Кабинет физики тоже оборудован по последнему слову техники. Сегодня здесь можно проводить любые лабораторные работы, объясняя явления уже не на пальцах, а на опытных образцах. Школа у нас новая, современная. Такого оборудования мы еще никогда не видели. Особенно вот у меня есть потолочная система электроснабжения в кабинете. Также мы начали проводить исследовательскую деятельность с учащимися. То есть это у нас есть лабораторный практикум по физике, по молекулярной физике. И что интересно, то есть у нас сейчас вот это оборудование, оно все работает. Три больших спортивных зала, уютные зоны отдыха, в которых можно поиграть в настольные игры или посмотреть познавательный контент по телевизору. Просторные светлые классы и коридоры. Дети вместе с педагогами уже окрестили ее школой, в которой действительно хочется учить и учиться. Мне очень нравится, что сдали очень высокие потолки, очень удобно играть по лейболу. Раньше в старой школе такого не было, очень было сложно. Много всего нового оборудования, которое помогает готовиться к экзаменам. Спортзалы большие, футбольное поле, актовый зал, которого у нас никогда не было. Приятнее учиться хочется, а в той школе не хотелось. Евгения Бузлаева, Антон Носов. РТК Забайкалья.